Продолжение следует... Русский человек, православный человек, где ты? Я не вижу тебя. Я не слышу тебя. Почему ты больше не приходишь в дом Господа, Бога твоего? Почему ты перестал молиться? Субтитры создавал DimaTorzok Где-то в глубине России, ее провинции, ее малых древних городах живет эта великая русская душа. А где, как не в православном храме, искать пристанище русского духа? Об одном из таких храмов и расскажет этот фильм. Город Нерехта расположен в Костромской области. В письменных источниках он впервые упоминается в 1214 году. Правда, это совсем другая история. В Нерехте есть Воскресенский Варваринский храм. Дом Божий. Вот о нем и будет наш рассказ. Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами поговорим о истории нашего храма. Этот храм существует уже почти три века. За это время он претерпел много. Но начать нашу историю я хотел бы с того, что место, на котором стоит этот храм, оно издавле уже освященное. Мы как видим, что храм этот кирпичный, каменный. Раньше, в 16 веке, уже есть первое письменное упоминание о том, что на этом месте уже находился храм. И храм, деревянные храмы здесь были неоднократно. Из письменных источников мы знаем, что было три деревянных храма. Как мы знаем, что деревянные храмы часто горели, как и деревянные дома. И уже после третий, как третий храм сгорел, решили строить храм уже кирпичный, каменный, основательно. И это произошло в 1770 году. Строительство храма заняло 17 лет. Почему так долго? Потому что храм строился исключительно на народные пожертвования. И они были весьма скудными. Поэтому строительство затянулось на долгих 17 лет. Но, несмотря на это, первоначально, какой был план у архитектора-самоучки Степана Воротилова, от него не отступили и построили именно по этому проекту. И мы видим и любуемся сейчас, какой красивый храм. Также на этом месте, где мы с вами сейчас находимся, когда храм был построен в 1770 году, 12 лет было городское кладбище. И сейчас, когда мы проводим восстановительные работы, мы натыкаемся на эти останки. Михаил Яковлевич Диев, этнограф, протеерей, краевед. Здесь служил его дед, отец, брат. Благодаря трудам Диева мы знаем о истории нашего города. Из источников известно, что он жил в доме рядом с храмом. Также любил здесь молиться. Я помню только, что после войны была еще девчонкой. Бегали здесь, гуляли на этой улице. Но сначала, по-моему, какую-то документацию или инкулатуру хранили. Этого я не могу сказать, что было. Потом почему-то инкубатор звали. А был ли он инкубатор, я не могу вам сказать. Общежитие, когда привезли девочек на каблучную фабрику работать. А здесь поселили этих девушек. Они здесь жили, общежитие было. Так оно и продолжало общежитие. А потом даже стали давать квартиру. Я помню муж и жена. Муж был баянист, жена швея. Им дали квартиру в алтаре. Они жили в алтаре. Одна женщина сюда бегала к любовнику. И она бросилась под поезд. Да, цыгане жили. Цыгане у нас жили тоже. В 1927 году храм был закрыт. И уже дальнейшая судьба его сложилась печально. Один месяц храм использовался как музей. Затем храм использовался как бандарная мастерская. Делали различные бочки, приспособления различные для бытов и хозяйства. В различное время он использовался и под общежития для вынужденных погорельцев, переселенцев. В Великой Отечественной войне в стенах этого храма изготавливали защитную сетку для аэродромов. Затем было опять безвременье. И уже в позднее советское время храм стали использовать для общежития для цыган. И уже последнее использование храма не по назначению – это музей. На первом этаже был отдел природы выставка, а на втором этаже были различные тематические выставки – самовары, веретена, патефоны и тому подобное. Также стоит обратить внимание, что колокольня, которая сейчас у нас существует, и верхняя часть храма – это уже восстановлено. В советское время это было снесено. Та же история произошла и с Иринским храмом. Если приглядеться, то геометрия храма на снимке столетней давности не совпадает с нынешней конструкцией здания. И также был уничтожен колокол, который был на колокольне. Надо сказать, что колокол был своего рода уникальным для нерехты. Весил он около 4 тонн. Можно только представить, какой это был прекрасный звон. И нашлось трое человек, которые взяли этот колокол и скинули. В 1927 году, буквально за пару часов, все это исчезло в непонятном направлении. Никто даже не смог из прихожан взять домой на сохранение иконы. Как мы знаем, бывают такие истории в других храмах. Но мы с вами знаем, что Господь не оставляет нас грешных. И, по милости Божией, храм в 2014 году, к 800-летию, был передан Костромской епархии. И, как мы видим, он сейчас сияет благолепием. И также Господь не оставляет нас своей благодатью. Об этом я хотел бы сказать, вот глядя на икону святой великомученицы Варвары. Мы с вами видим, что это, да, современный написанный образ, но, однако, и он уже имеет свою историю. В этой образе святой великомученицы Варвары мы здесь видим частичку мощей святой великомученицы Варвары. Дело в том, что 30 октября, 252 года назад, трое неревчан, когда были в Батуринском Николаевском монастыре, это на территории современной Украины, они попросили Егубина дать им частичку мощей великомученицы Варвары. И он им дал. И они принесли эту частичку мощей в Нерехту. И торжественным собором священников, которым возглавлял, кстати, игумен Антоний, было принесено этой частичкой мощей и положено на первом этаже храма, который уже тогда, в том времени был отстроен, строился только уже второй этаж храма. И надо же тому было случиться, что уже в советское время, как мы с вами слышали, ничего не осталось из церковной потури, тем более от святынь. И на освящение храма архиерейское, игумен Антоний, это уже в наше время, подарил частичку мощей, которая была вложена в этот образ. И сейчас Иерещане и другие люди имеют возможность прикоснуться мощам с той великомученицей Варвары. Я благодарен судьбе, что в своей жизни я плотною занимался вопросом этого храма, восстановлением этого храма, передачей этого храма, потому что данный вопрос принимался еще в 2005 году. Когда я работал в администрации замглавы, я курил как раз вопросы конфессий, и вот пришлось мне по работе столкнуться с этим вопросом. Но тогда этот вопрос был отодвинут, и было сказано, что время еще не наступило. Значит, время менялось, менялись и мы. И в 2006 году, когда заступил архиепископ Алексей, значит, был владыкой, у меня была аудиенция с владыкой по этому вопросу, по вопросу передачи храма. Аудиенция шла где-то порядка двух часов, она получилась пленотворной, и, естественно, после этого, после этой встречи владыка Алексей принял решение о передаче этого храма и подготовке всех документов. В то время уже был назначен настоятель храма, и, значит, отец Григорий Лыжин. И создание десяток, которое тоже создавалось как раз в то время. Ну, это как бы было на бумаге, но все равно уже люди, будем говорить, горели той мечтой о реконструкции этого храма, передаче этого храма, и о тех службах, которые в то время еще не проводились. Естественно, вся работа началась уже порядка в 2013 году, когда началась сама реконструкция. То есть реставрация этого храма, ремонт этого храма. Работа проводилась очень много. Но, естественно, мы увидели, из чего всего остального возрос красавец храма. То есть, действительно, все стены и вся убранность храма внутри говорит о том, что трудов было положено много. Православные все были очень рады этому. И, естественно, на День города в 2014 году, значит, прошла генеральная служба, которую вел владыка Ферапонт. Вот. И будем говорить, что в этот день как бы храм вступил в свои права. То есть, действительно, начались службы постоянные. И первоначально службы велись только на втором этаже, потому что на первом этаже не было еще закончено до конца. И, естественно, службы велись, то есть молитвы здесь уже проходили, люди молились и с Божьей помощью продолжался ремонт внизу, где, действительно, тоже было все запустение. Там пришлось реставрировать и цены, и стены, и полы, и все остальное. В общем, естественно, и вся система отопления была заменена. Благодарю Господа за то, что помог мне прийти в этот храм воскресенский Варвары. В этот храм, то, что он откроется, задолго до открытия уже разговоры шли. Батюшка Анатолий в Крестовоздвиженском храме часто мне говорил о том, что храм Варвары в скором времени начнет службы проводить. Часто мы об этом говорили и мечтали, что будем здесь. Прошло время, благодаря друзьям моим, близким, братьям. Михаил Денисов, который подсказал, позвал в этот храм, я пришел, продолжил молиться Богу. Ну, а вы являетесь членом хора, керчевого хора храма. Как вам вообще обстановка? Очень хорошо. Особенность этого хора, то, что мы поем мужскими голосами. Довольно редко. Я на многих клеросах была. Здесь смешанный хор, а здесь мы поем чисто мужским голосом. Мне очень нравится. Сегодня прошло больше двух лет. Служение храма, действительно, храм намаливается, православные ходят, и история, и даже присутствие православных говорит о том, что храм действительно был мужским. Потому что народу много ходит. Особенно на праздники. Порядка больше ста человек собираются. Поэтому даст Бог. Значит, я думаю, что в дальнейшем храм будет еще красивее, еще лучше. Потому что те произносимые молитвы, которые проходят в храме, они укрепляют жизнь храма и поднимают его высоту. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok